итак вот яблочный самогон крепостью 40 градусов вот наша карамель значит сейчас я буду карамелизировать тот объем шнапса самогона который у меня получился на это количество конечно много карамель не потребуется и кстати сказать я смогу уверить в том что вы можете ничего не бояться она не растворится если даже будет лишнее поэтому перебирать тоже не стоит бояться абсолютно нечего потому что в любой момент процесс вы можете остановить достигнут необходимого вам цвета а он сейчас увидите как будет быстро образовываться потому что по-хорошему надо дать просто постараться для вас делаю ускоренное поэтому наверное чтобы еще ускорить добавлю побольше она не пропадет будет использована как видите уже цвет все более и более насыщенный вот уже цвет дешевого клиника вот цвет все более и более благородный дешевого клиника и Некоторые советуют настаивать на чае, но это совершеннейшее безумие. Это какой-то, наверное, другой будет напиток. Может быть, чайный шнапс или чайный коньяк. Не знаю. На самом деле, вот одной перегонки яблочный самогон, приведенный до 40%. Дальше карамелизация. Я накапливаю в бутылочках объем, чтобы потом залить в дубовую бочку сразу нужное количество. И, в общем-то, кроме вот этого и дубовой бочки больше данному напитку ничего не требуется. Ну, если уж вы особый какой-то гурманский, испытываете порыв, можете какие-то специи добавить, травы. Но это уже будет, конечно, немножко не то. Это уже какие-то настойки получатся. Ну, вот вы видите, что напиток, в общем-то, уже обрел тот цвет, к которому стремились. И, как видите, карамель, вот она, она еще осталась и практически прекратила растворяться. То есть, то, что нужно, напиток взял. Все лишнее, вот можно болтать, болтать, болтать. Оно может, конечно, когда-таки раствориться, но это совершенно бесмешное и длительное занятие. Даже вот маленькие-маленькие кусочки, они прекратили растворяться. Ну, вот, как видите, цвет очень даже благородный. И вот уже можем продемонстрировать это в бутылочке. Как видите, цвет практически не отличается от ранее приготовленного. То есть, он просто не отличается. Получилось все то же самое. Как видите, процесс очень быстрый. И с тем самым эффектом, которого мы и хотели бы добиться. Все мои 2 литра получились. Я немножечко долил из основной бутылки. То, что у меня изначально не влезло. Поэтому еще немножечко размешаю. Ну, количество добавлено очень незначительное. И вот, очень трудно показать. Но даже самые-самые маленькие зернышки, они вот остаются в той форме, в которой были. После растворения. И дальше растворяться не хотят, а то есть, напиток насытился в том объеме, в котором было это нужно. Вот и все. И вот видите, лишняя карамель. Вот она осталась на дне. Вот она. И она больше не растворяется. Цвета остатком напитка не дает. Вот и кальвадос готов. Вот она. Кальвадос. 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 Кальвадос.